Здравствуйте друзья. В связи с изменением способа установки Supervised Home Assistant пришлось переснять этот урок используя актуальный метод. Также я добавил в этот урок информацию по настройке приоритета Wi-Fi соединения, которая ранее была в отдельном видео. Все ссылки и команды этого урока доступны по ссылке в описании. Для вставки из буфера обмена в режиме консоли, нужно нажать правую кнопку мыши. Для копирования достаточно просто выделить нужный текст мышкой. Начну с самого начала, а это скачивание официального загрузчика с сайта Raspberry. Не обязательно если он у вас уже есть. Устанавливаем приложение. Первым шагом я покажу подготовку нового Raspberry Pi 4B к загрузке с USB диска. Если вы используете microSD карту, уже обновляли загрузчик или у вас 3B+, этот шаг можно пропустить. Нам понадобится любая microSD карта. В разделе утилит в меню Bootloader выбираем версию для загрузки с USB. Указываем пульт в microSD карте. Затем записываем образ. Вставляем карточку в одноплатник. Подаем питание. Ждем пока начнет мигать зеленый светодиод. Отключаем питание и достаем карту, она нам более не понадобится. Теперь нужно записать образ операционки на диск. Я подключаю его при помощи USB кабеля папа папа к ноутбуку. Возвращаемся к загрузчику. Я рекомендую ставить Lite версию без графики. Далее выбираем носитель, диск или карту и разворачиваем систему. После завершения записи, носитель нужно отключить от компьютера и снова подключить назад. При помощи любого файлового менеджера, у меня это Total Commander, нужно создать пустой файл с названием SSH в корневой папке носителя. После этого отключаем его от компьютера. SD карту просто вставляем в ридер, а если используете SSD диск, нужно подключить его с USB разъемом одноплатника. Подключаем сетевой и кабель питания к одноплатнику, ждем пару минут и смотрим в карте сети, какое есть IP будет ему выдан, в моем случае 192.168.0.220. В качестве SSH клиента, я использую пати. Подключаемся к инстансу. Логин и пароль по умолчанию, PI Raspberry. Начинаем традиционно с обновления списка пакетов. Еще раз напомню, все ссылки вы найдете в описании под видео. Далее обновляем сами пакеты, эта процедура достаточно длительная. К слову сказать, время от времени в ходе работы хорошо бы ее повторять. Для тех кто до сих пор использует в качестве носителя данных карточку microSD, я настоятельно рекомендую рассмотреть возможность перехода на более надежный носитель например SSD диск. Тем более, что на Raspberry Pi 4B через USB 3.0 он существенно быстрее. В начале этого видео показан один из вариантов такого использования с платой расширения x857 и mSATA SSD, но лично мне больше нравится вариант с корпусом Argon One M2, в который можно не только поставить диск формата M2, но есть и система настраиваемого пассивно-активного охлаждения и плата переходник для портов micro HDMI для перевода их в полноразмерный HDMI, а также перенос их и порта питания на заднюю часть устройства. Ссылки на эти обзоры вы найдете в описании под видео. Следующий этап обновления прошивки самого Raspberry Pi 4B. Тут слишком частить не стоит, разово для нового устройства можно сделать. Далее, если нет какой-то необходимости, например информация о устранении каких-то критических ошибок или нестабильной работы, повторять не надо. После завершения обновления перезагружаемся командой sudo reboot. Теперь можно завести отдельного пользователя команды ad user. Придумываем пароль. Остальные опции можно пропустить. Далее добавляем созданного пользователя в группу sudo, это позволит выполнять команды от суперпользователя. Переключаемся на него и дальнейшие настройки будем проводить с этого аккаунта. Перейдем к настройке сети, для наших целей нужно установить Network Manager. На запрос вводим созданный нами пароль. Теперь нужно отредактировать файл dhcpd.conf. В конец файла добавим две строки отключающие WiFi и Ethernet. Ctrl X для выхода есть для сохранения изменений. Теперь открываем Config Network Manager. В раздел Main добавляем строку для dhcp. А в разделе If Up Down включаем управление. Ctrl X для выхода есть для сохранения изменений. Перезагружаемся командой sudo reboot. Через пару минут логинимся под созданным пользователем. Перезагружаем сервисы. Останавливаем и отключаем сервис DHCPD. Запускаем интерфейс настройки Network Manager. В разделе Activate выбираем домашнюю сеть. Не обязательно если вы будете использовать только проводное соединение. Идем в редактирование соединения. Выбираем проводное. Ручной режим. Показать настройки. Следующие параметры нужно вводить в зависимости от настроек вашего роутера. Мой управляет сетью 192.168.0 и имеет адрес заканчивающийся на единицу. Его я указываю как Gateway DNS. Для проводного соединения я выбрал 50 адрес. Важно убедиться что на этом адресе не находится другое устройство. Повторяем для беспроводного соединения. Тут я указал адрес 51. Эта настройка позволит статично закрепить эти адреса за инстансом умного дома, они не будут меняться никогда. И при этом не нужно использовать ресурс роутера для связки Max IP. Так как количество таких связок ограничено и лучше их применять для устройств в которых нет возможности указать адрес настройках. Эта настройка не обязательно, нужна для отключения генерации случайного MAC адреса на Wi-Fi. Создаем и вставляем в конфиг 4 строки из инструкции по установке. Перезагружаемся для применения настроек. Подключаемся уже по новому адресу у меня 192.168.0.50 Командой ifconfig проверяем настройки наших интерфейсов. Проводной и Wi-Fi. Если вы настроили Wi-Fi соединение, нужно настроить его приоритет. Команда road показывает значение метрик для каждого интерфейса. 100 для проводного, 600 для беспроводного, это их порядок использования. Проблема в том, что практически наверняка между 100 и 600 метрикой вклиниться какой-то виртуальный интерфейс, который появится после установки докера. И тогда при отключении провода, использоваться будет не Wi-Fi, а он, и сервер будет недоступным. Исправим это. Для удобства я рекомендую поставить файловый менеджер Midnight Commander. Запускаем через sudo для работы с правами суперпользователя. Идем в папку от Cetra Network Manager System Connection. Там будет файл с названием вашей Wi-Fi сети. При запросе выбора редактора выбираем единицу нано. Тут содержатся все параметры для подключения к сети. В разделы IPv4 прописываем метрику поближе к проводной например 105. Выходим и сохраняем. F10 выход из Midnight Commander. Перегружаем Network Manager. После этого надо подождать пару минут для запуска Wi-Fi. Проверяем метриковый Wi-Fi 105 и он будет использоваться по умолчанию, если будет отключен Ethernet. Запускаем утилиту настройкой у разби конфиг. Нас интересует пятый пункт локализация. Сначала меняем локаль в первом меню. Тут листаем и выбираем пробелом ru utf8 utf8. Применяем настройки. Возвращаемся и во втором меню выбираем временную зону. Выходим локализация завершена. Теперь нужно установить софт. Список пакетов данной инструкции в основном состоит из тех что указаны в требованиях для Supervised Hub. Еще кое что я добавил от себя, что может пригодиться в дальнейшем. Если вам нужно что-то еще, можете добавить самостоятельно. Ставим докер, эта команда взята из официальной инструкции по установке Supervised Hub. Это не единственный вариант, зато по крайней мере проверенный. Добавляем текущего пользователя в группу докер. Следующий шаг установка ос-агент. По ссылке из инструкции смотрим последний релиз, на дату видео 1.2.2. Для Raspberry Pi нам нужен депп файл для ARM7. Качаем его, устанавливаем. Теперь качаем депп файл для установки Supervised Home Assistant. Команда ls показывает список файлов. Тут депп хом ассистент и ос-агент. Устанавливаем. Выбираем платформу, в этом случае система 32-разрядная, поэтому просто Raspberry Pi 4. Ждем. Готово, запуск займет некоторое время. Сейчас веб-интерфейс еще не доступен, пока займемся установкой Partainer. Это удобная утилита управления контейнерами докер, выручала меня не раз. Качаем последнюю версию. Создаем контейнер. Смотрим по адресу сервера 50 порт 8123. Веб-сервер уже запущен, идет подготовка к запуску. На 51-ом адресе это Wi-Fi интерфейс. Ровно та же картина, значит все сделано правильно. Меняем порт на 9000 и переходим в Partainer. Создаем пароль для пользователя админ. Нажимаем Get Started. Подключаемся к локальному докеру. Переходим в список контейнеров и видим что Hassio уже наплодил их около десятка, процесс идет. Ждем пока завершится установка. Готово, теперь создаем пользователя в системе, он будет иметь право администратора. Сбор статистики желательно активировать, данные анонимны и ничего опасного в этом нет. Интеграции можно настроить позже. Вот и стартовый интерфейс Home Assistant. Многих смущает это сообщение о неподдерживаемом способе установки, но ничего страшного в этом нет, все будет работать нормально. Убрать это сообщение нельзя, так как раз в RPI OS не входит в список официально поддерживаемых. Сейчас показана информация о трех ошибках, одну из них можно легко убрать, активировать apparmor. Для этого нужно отредактировать файл cmdline.txt. В конец строки добавляем запись lsm равно apparmor. Выходим сохраняем. Перегружаем для применения изменений. Ошибка ушла. Оставшиеся как либо на работу сервера не влияют. На этом все, надеюсь у вас все получилось и установка прошла успешно. Буду благодарен за ваши лайки. Если вы еще не подписаны на мой канал, можно сделать это прямо сейчас. Кроме ютуб канала, я веду еще и телеграмм канал, подписывайтесь будет интересно. Ссылку на него, а также текстовый вариант инструкции, каталог устройств умного дома и другие ресурсы по теме урок вы найдете в описании. До свидания, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok